ну что ребята всем доброе время суток решили для вас снять очередное видео благо погоды немножко нам позволило это хотя сегодня первым половине дня было достаточно солнечно и тепло сейчас после обеда погода испортилась вот но наши задумки мы все-таки решили воплотить содеянное решили сделать то что мы задумали вот сегодня мы решили устроить пивной день вот и у нас именно закуски к пиву для пива сегодня будем готовить куриное филе рыба рыба у нас почему-то непонятно ловится в данный момент только жерех вот луковые кольца и куриной крылышки вот филе рыбу и кольца будем готовить в кляре будем сами делать кляр пивной кляр на светлом пиве вот крылышки будем масле жарить и дальше доводить на мангале на углях крылья мы уже чуть-чуть и рыбу замариновали соль перец паприка сладкая венгерская и имбирный соус имбирь у нас сейчас в цене если что можете проверить для рыбы просто соль перец масло больше не надо лук вообще ничего не будем делать крылышки у нас соль перец и острый соус все перемешиваем наши куриные филе вот рыбы тоже перемешиваем буквально вот достаточно будет чуть-чуть ну и крылья только перемешиваем все маринуется достаточно буквально там вот в течение какие получаса примариноваться делаем кляр для края для кляра нам понадобится две миски лучше просто нет нержавеющие но как бы они нержавеющие но защищенные в этом случае вот отделяем белок от желтка процедуры несложные нам понадобится ну сделаем из трех яиц яйца домашние почти местные по крайней мере точно вот мы отделили белок желток сначала сделаем основу для как бы кляра мы возьмем щепотку соли мы делаем сегодня пивной кляр так что будем использовать пиво где-то 100 миллилитров достаточно и мука вот взболтаем и добавим муки примерно где-то ветер ужасный сносит три столовые ложки была однородная масса венчиком вот так работаем все перемешиваем все смесь перемешали оставляем и начинаем сбалтывать белки естественно лучше это все сделать миксером но к сожалению у нас миксера нет как бы приходится делать все ручную так что это займет какое-то количество времени минут 10 а то ли 15 вот и каких-то наших усилий в частности моих точно не знаю как оператор возможно мне тоже поможет но я не уверен ну начнем да забыл самое главное сюда тоже да нужно добавить соль вот без соли соль как бы вспомогательный элемент вот нам это все поможет так что процесс довольно таки долгий занятный ну что ребят вот наши усилия ручной привод не идеально сбил белок он к сожалению жидкий но получилось вот так и аккуратно добавляем белок в наш основной наш кляр что получилось и аккуратно перемешиваем воздушная субстанция все кляр у нас получился какой бы он ни был но я чувствую что он достаточно прекрасный все у нас готово к жарке так что идем к мангалу дел за малым встретимся там ну вот что мы добрались до казана нашего мангала у нас пятерочка огонь вливаем наш литр масла ну вот ребят у нас прошло неопределенное количество времени по моим заметкам и мне кажется масло прокалилось а проверить все это можно кинув луковицу луковица жарится великолепно так что берем куриное филе наш кляр и начинаем жарить великолепный чуть придерживаем чтобы он не не опустился и также скажем филе чтобы не пригорел мы начинаем это все жарить опускаю все достаточно и переворачиваем отлично смотрите как получается идеальная прожарка морить идеальная температура где-то 200 220 градусов у вас ну как бы ведь мне как профессионалов может быть больше все это жарится буквально минуту-две куриное филе нежное у нас много закладывать не стоит ну как бы мы хотим все равномерно чтобы управлять так что 5-6 кусочков максимум 7 как данной ситуации это хватит сильно прибавлять температуру тоже не стоит потому что масло накаляется добавить мы никак не сможем это нелизбек буквально минуту все это жарится не забывайте сегодня у нас пивной день так что должно быть все вкусно остро я думаю в принципе готово все снимаем можно сделать салфеточки положить чтобы излишек масла избежать но тут все идеально и так и так рыба дальше у нас рыба рыба жарится быстрее ее можно прям ну прям кидать туда она очень быстрая она никогда не прилипнет мне кажется она нежнейшая воздушная даже можно по два кусочки дать отлично но если вы обратите внимание масло очень быстро темнеет что для меня это очень сильно откровение не ожидал что так будет возможно масло нехорошее качество но это все масло идеальнее и тоже буквально минуту и все рыба готова у нас единственный и главный показатель когда у вас продукт готов в масле и во фритюре в большом количестве масло если так можно вырезать это продукт у вас если у вас продукт всплыл не важно что все он готов это как пельмешки варятся у вас в бульоне если они всплыли они готовы все вынимаем мне кажется идеальная рыба красивая золотая отличный жерих отличная белеска ну вот нам буквально осталось дожарить лук фри и крылышки в дальнейшем мы их запечем это наш эксперимент что получится не знаю но посмотрим лук в кляре у нас получится отличный жар просто бомба лучок бомба получается горит лучок получается просто шикарный отлично вот он шикарный он альден он нежный он хрустящий его не надо доводить до готовности у вас даже не получится это сделать так печет наша плита что мы можем делать это только вот так дальше крылья быстро быстро крылья кидаем кидаем все у нас хватит возможности и тритюра да 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 он готов он чувствует он готов смотрите как смотрите как он как он возбужден он реально готов для крыльев для этого килограмма полтора крыльев он готов чем хуже масло и вкуснее крылья это факт реально ребята это так что буквально минуту и мы вынимаем нашу курицу почти готова все вынимаем нашу курицу идеально справился у нас критюр нашим маслом наш литром масла отработал до до предела твоей возможности выдал все что может тут можно кстати при проводить эксперимент какое масло какой фирмы на что готова мы пока к этому не готовы с этим спорить но наше масло идеально отработала идеально приготовила наши куриные куриные крылышки и она в дальнейшем еще готова работать как минимум по моим вот наблюдением не в таком состоянии как она вот сейчас ну как в идеальном состоянии как она была раньше но как сейчас она готова работать еще час-два точно и жарить и парить и все что может она из себя извлечь так что приходим дальше завершающий момент мы делаем наши крылышки на гриле все увидимся ну вот ребята наконец-то мы добрались до завершающего нашего момента все готово у нас мы пожарили куриное филе мы пожарили рыбу нашего жереха великолепного вот мы пожарили куриное филе мы пожарили лук фри вот куриные куриные крылышки осталось только довести их чуть-чуть до готовности мы буквально исчез колернем на углях это в наш момент вот наши куриные крылышки великолепные они готовы они уже все они прекрасного цвета все больше ничего не требуется но мы решили приклеивать для этого что требуется наш соус наш кавказский соус великолепный который заменяет нашу наше все мои знакомые не только называют его просто пушка-бомба если вы хотите остроты вы просто добавьте этот соус он прекрасно подходит к всему он быстро схватывается эти крылышки получатся супер острый как крылышки отличные готовы у нас шедевренный смотреть они запеклись они идеальны они хрустящие просто ребята этого не хватало соус спекся это просто шедевр смотрите запоминает это шедевр ну что ребята наконец-то мы наконец-то приготовили наше пивное закуску нашу пивную закуску великолепное куриное филе великолепное пиво все идеально все волшебно с вас подписка и лайки лайкос всегда уместен так что увидимся на новом нашем видео буквально через несколько дней мы готовы вам приготовить все что угодно главное пишите комментариях оставляйте ваши подписки лайки и все остальное мы всегда ответим с вами был димас оператор антон ждем ваших комментариев всем добра и мира